Привет, друзья! Вот как выключить свет и не уронить яичницу? Вот я же такой, вот когда я что-то делаю, одновременно пытаюсь сделать сразу 10 дел. Вот выключал свет на кухне, одновременно посмотрел, насколько я закрыл газ, и одновременно я держал в руке сковородку, она же антипригарная какая-то. Яичница выскочила, а я там 7 яиц весь вечер делал яичницу. Ну и, короче говоря, она упала, я опять теперь вместо того, чтобы ролик вам записывать, ну вместо стресса, который я должен был испытать, у меня никакого стресса не было, чему я вас и научу. И вот что там произошло. Яичница упала, я беру салфетки и начинаю вытирать пол, потом хочу помыть этот пол, и, короче, часть яичницы залетела под стиральную машину, я достал там палку трости такой, и стал оттуда из-под машинки вытаскивать, короче говоря, я делал целую работу, и одновременно думал, где ты, Бог? За что мне такое? Но стресса не было, потому что я подумал, а смысл же есть. Может быть, это хорошо, что на ночь глядя, 7 яиц, которые я зажарил, может быть, и не стоило мне есть на ночь глядя. Вот оно как бывает иногда. Так вот, поэтому самая большая трагедия – это не то, что ты уронишь яичницу, желая все сделать сразу, едино момента. А самая большая трагедия – это невозможность незаочного общения с Богом. потому что мы общаемся с этой Вселенной, с этой неизвестностью, со своим подсознанием. И хорошо, когда оно тебе выдает, что смысл есть в том, что ты уронил. Чашку уронил, яичницу уронил. Скажи себе – на счастье, на счастье. Потому что на самом деле, может быть, это очень хорошо, что я на ночь не ел этих 7 яиц в этой яичнице. Зато сегодня, сейчас пойду готовить себе яичницу. Да, друзья, скоро вебинар у нас будет с нашей уважаемой Киселевой, Валентиной Эдуардовной, а мой преподаватель Эдуард Кеворкович в свое время, когда я учился в музыкальной школе, учил меня играть на скрипке. Я о нем когда-то рассказывал, еще вам расскажу, что из этого произошло. Да. Но на самом деле. Удивительный будет вебинар. Вы научитесь внутренний баланс восстанавливать, всегда поддерживать психологическую устойчивость и находить смысл в любой такой небольшой трагедии. Потому что жизнь, она больше, чем любая ситуация. Там научитесь выходить на нулевое состояние. И в этом нулевом состоянии быстрее всего научиться навыкам, когда у вас возникает стресс, сразу, чтобы он перенаправлялся на решение ранее нерешаемых волнующих вопросов и создание новых музыкальных произведений, стихов и картин. И проведение прекрасных личных отношений. И проведение прекрасных встреч, которые раньше вам казались очень волнительными. До встречи, друзья!